Друзья, привет! Возможно, вы слышали о таком бренде, как Каньон. Я сталкивался с их продукцией еще давным-давно в эпоху MP3-плееров. Сегодня эта торговая марка выпускает различные аксессуары, компьютерные, мобильные, носимую электронику, все фитнес-браслеты, смарт-часы, вот это вот все, что мы так любим. Чтобы долго не затягивать, вот такие смарт-часы попали ко мне на обзор. Название тут сложно произносимое, я вам лучше его покажу. А вот сами часы получились довольно интересными, и что важно, они официально продаются у нас в Украине. То есть, если вы купите, например, на каком-нибудь Алиэкспресс, вот какие-то смарт-часы, недорогие, китайские, закажете, то у вас будут непонятки с гарантией при сопоставимой стоимости. Здесь же вы получаете полноценный сервис, гарантию, все официально. Давайте посмотрим, что в коробке. Здесь, собственно, вот часы, такая зарядка магнитная и документация. Обратите внимание, на упаковке указано, что часы поставляются с двумя ремешками. Это здорово. Вот основной ремешок, и мне он очень понравился. Металлический, по ощущениям, качественно очень сделан и смотрится так, достойно смотрится. К тому же, очень удобный, поскольку крепление магнитное, то есть, регулировать можно до миллиметра. Никаких дырочек, там, всего того, к чему мы привыкли в обычных ремешках, здесь этого нет. Отстегивается мгновенно, держится надежно. Это такой классический вариант ремешка, а второй, спортивный, полиуретановый, выглядит он вот так. В нем удобно бегать, заниматься спортом и в целом под спортивный образ вот то, что нужно. Корпус у часов металлический, внешность такая, смотрите сами, классическая, такая, знаете, минималистичная и в то же время очень достойно смотрится. Мне кажется, в таких не стыдно и в офис сходить, и на какую-нибудь встречу. Разрешение экрана не самое большое, каким могло бы быть 240 на 240 пикселей. И дисплей квадратной формы, при том, что часы круглые, то есть, не на всю площадь фронтальной поверхности здесь экран. С другой стороны, понимаешь, что все это сделано из рациональных соображений, чтобы вы могли купить такие часики за 70 долларов примерно, а не за 200-300. Пройдемся по функциям. В часах проприетарная платформа, при этом они совместимы и с Android, и с iPhone. Менюшка вот такая, под экраном находится сенсорная кнопка, и вы короткими нажатиями переключаетесь между рабочими экранами. А длинное нажатие делает выбор, там, или подтверждает выбор. Самый важный, по-моему, пункт, как ни странно, называется прочее. Здесь можно настроить дизайн циферблата, поставить на беззвучный режим, настроить яркость, то есть, вот такие чисто практичные вещи. К телефону часы подключаются очень просто. Первый раз настроили, потом будет вообще коннектиться все автоматически. Вдобавок к стандартному шагомеру, здесь можно измерять пульс и даже уровень кислорода в крови. Ну и читать на экране SMS и сообщения в мессенджерах, видеть входящие вызовы здесь тоже можно. И, кстати, есть еще функция удаленной съемки, то есть, вы управляете съемкой, нажимаете съемку здесь на часах, а снимает вас смартфон, который вы, может быть, где-то на штативе установите. Также можно управлять музыкой на смартфоне с помощью часов и режим, когда дисплей включается по поднятию руки, здесь тоже есть. Что касается автономной работы, производителям заявлено до 15 суток в режиме ожидания и 7 дней активной работы. У меня получилось около 5 дней в режиме такой повседневной эксплуатации. Марафоны не бегал, но просто надел на руку, подключил к смартфону и использовал в качестве основных часов. Каждый день снимал только на ночь. Приятный бонус – влагозащита по стандарту IP68. Честно скажу, не плавал я в этих часах и в душе не купался. Но если вдруг когда-нибудь доведется, то есть шанс, что гаджет ваш все-таки уцелеет. Пора подвести итоги. Недорогие смарт-часы от Каньон со своими плюсами и минусами. За свои 70 долларов, я думаю, это очень неплохой выбор. У часов приятный дизайн, мега удобный основной ремешок, ну и все фишки, в том числе влагозащита. На этом все, друзья. Оставляйте комментарии, какими смарт-часами пользуетесь вы, что думаете об этой новинке от Каньон. Подписывайтесь на канал и до скорого. Пока.